Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Так кто на самом деле царствует над всеми президентами, над всеми царями, над всеми королями, премьер-министрами и министрами обороны нашего мира? Библия говорит, что над ними царствует, ими управляет эта великая блудница. Но многие сегодня обмануты искусной пропагандой и думают, что, например, руководители Российской Федерации, такие великие полководцы, что однажды самостоятельно приняли решение начать войну с Украиной для того, чтобы захватить часть ее территории. Нет, друзья, если вы до сих пор так думали, то прочтите внимательно. Несколько раз прочтите то, что говорит Библия в этом стихе. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Так кто же царствует над всеми руководителями Украины? Эта блудница царствует. А кто царствует над руководителями России? Ответ такой же, друзья. Библия говорит, что над ними царствует та же самая великая блудница. Разве в этом стихе написано, что эта жена царствует только над некоторыми земными царями, а над другими она не царствует? Нет, здесь так не написано. То, что мы с вами до сих пор видели на своих экранах, это только хорошо отрежиссированный спектакль. Все, что сегодня происходит в мире, все это происходит, потому что к этому приложила свою руку эта великая блудница при поддержке Соединенных Штатов Америки. Мне недавно попалась вот эта статья, которую вы сейчас видите на экране. Это статья из российского информационного агентства РИА Новости. Здесь в заглавии написано, что Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. Заглавие этой статьи мне показалось занятным. И вот почему. Россия, начиная с февраля 2022 года, ведет войну с коллективным Западом, как она заявляет. И до сих пор поставляет этому коллективному Западу уран. Для тех из вас, кто не знает, уран является стратегическим сырьем. Он используется в качестве топлива для ядерных реакторов и в производстве ядерного оружия. И вот что написано дальше в этой статье. Президент США Джо Байден подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете импорта урана из России, сообщили в Белом доме. Друзья, это звучит по меньшем мере смешно. Вы согласны? Россия во всем мире заявляет, что воюет с коллективным Западом. И в это понятие коллективный Запад входит и Соединенные Штаты Америки. И одновременно Россия поставляет своим врагам сырье, которое может быть использовано против нее же. Вам не кажется это странно? Это интересно, не правда ли? Не удивляйтесь, друзья. Все, что мы с вами сегодня наблюдаем, это просто спектакль. И как вы сейчас могли убедиться, это очень некачественный спектакль. Это очень низкопробный спектакль. Спектакль для тех, кто совсем не хотят или уже не могут мыслить и делать выводы. Но вместе с этой отрицательной информацией, Бог оставил для нас и слова поддержки. Иоанн пишет в этой же 17 главе книги Откровения. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь Господствующих и Царь Царей, и те, которые с Ним, судзванные, избранные и верные.